Как правильно пить воду, чтобы похудеть? Вода остается самым недооцененным элементом в популярных программах похудения. Многие худеющие акцентируют свое внимание на том, что они едят и совсем забывают про то, что кроме еды для эффективного жиросжигания нужен правильный водно-солевой баланс. Очень часто из-за незнания того, сколько, как и какую воду нужно пить, мы не достигаем спланированных результатов. Даже на самых строгих диетах. Естественно, она должна быть негазированной, без сахара и без добавок. Чистая родниковая, артезианская или ледниковая вода. Конкретного производителя рекламировать я не буду. У многих популярных марок на этикетке честно написано, что вода не с определенной скважины, а из водопровода. Это не шутка. Причем цена на нее зачастую дороже, чем на самую дорогую минералку. Идеальным вариантом будет вода в стекле. Но понятно, что это не самый дешевый вариант. Не советую пользоваться фильтрами. А если вы все-таки используете собственную очистку, то проверьте воду экспресс-тестами. Первое время мы худеем за счет шидкости. В первые две недели мы можем терять до 700-800 грамм в день. И это будет происходить благодаря тому, что уходит лишняя вода. Но это совершенно не значит, что воды пить нужно меньше. Наоборот, если ваш организм привыкнет к тому, что каждый день получает необходимую дозу, то перестанет ее задерживать. Про запас. Таким образом, вместе с водой начнет уходить и лишний вес. Большое количество воды ускоряет метаболизм. А следовательно, это еще один фактор, влияющий на наше похудение. Вода очищает тело от шлаков и токсинов, что тоже благоприятно сказывается на нашем здоровье при похудении. Во-первых, я противник как диеты, так и программ по восстановлению водно-солевого баланса. Любая программа, так же, как и диета, ограничена определенным промежутком времени. И когда-нибудь заканчивается. Пить воду правильно и правильно питаться надо всегда. Тогда и результат будет постоянно. В интернете много калькуляторов, которые могут по вашему возрасту, весу и образу жизни посчитать объем необходимой щиткости на день. Но результат будет приблизительным, так как не учитывается большое число факторов. Ваше меню, климат, состояние, здоровье. Самым точным подсказчиком будет ваш организм. Он не даст ни выпить больше, чем надо, ни довести вас до обезвоживания. Единственное, что нужно сделать, это заменить как можно больше привычных напитков обычной водой. Несколько советов о том, как пить воду, чтобы похудеть. Первое. Каждое утро начинайте с двух стаканов чистой воды. Второе. Перед каждым приемом пищи выпивайте один-два стакана. Это позволит вам быстрее насытиться и съесть меньше. Третье. Пейте холодную воду. Существуют исследования, которые доказывают, что именно холодная вода ускоряет обмен веществ в нашем организме. Четвертое. Пейте достаточное количество воды в течение всей тренировки. Пятое. С помощью нескольких стаканов воды можно обмануть чувство голода. Но если голод приходит менее чем через 2,5 часа после приема пищи, то проверьте ваше меню. Скорее всего в нем допущены ошибки. Шестое. Объем необходимой жидкости зависит от возраста, веса, образа жизни, питания и многих других факторов. Но в среднем это 8-10 стаканов воды в день. Седьмое. Исключите все калорийные и спиртосодержащие напитки. Понравилось видео? Ставь лайк. Обязательно подпишись на канал. Всем мир. До новых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok